Восточная Пруссия Восточная Пруссия издревле была форпостом Германии на востоке, таким гигантским опорным пунктом, с которого, как сейчас принято выражаться, проецировали силу на своих восточных соседей немцы. И постоянно уделялось пристальное внимание укреплению Восточной Пруссии. Если Кенигсберг в основном укреплялся в XIX столетии, была создана крепость с периметром фортов по традициям того времени, с огневой связью друг с другом, то Восточная Пруссия в целом, в межвоенный период, была опоясана линией обороны уже более современной, состоящей из дотов, с характерным для немцев, для немецкой школы фортификации, стальным 300-мм бронеколпаком с круговым обстрелом из нескольких, обычно 6-8 амбразур, но чисто пулеметные. Недостатком вообще всей фортификации немцев именно в Восточной Пруссии, да и на самом деле Восточного Вала, это было малое количество пушечных сооружений, либо устаревшие пушечные вооружения, уже не отвечающие уровню 1945 года. Но, тем не менее, эти укрепления нельзя было сбрасывать со счетов, и, разумеется, для того, чтобы их взять штурмом, прорвать в процессе наступления, требовались немалые силы и немалой подготовкой, в том числе нужна была тяжелая артиллерия. Это тяжелая артиллерия у Красной Армии была, и она была задействована. В чем была особенность Восточно-Прусской операции, которая существенно повлияла на ход боевых действий? В отличие от операции «Багратион», которая проводилась в условиях лета, в основном ясных солнечных дней, в январе 1945 года погода была гораздо хуже, это приводило к снижению активности советской авиации и не позволяло провести тот блистательный разгром с воздуха, который имелся в случае с операцией «Багратион». Будучи скрытыми от ударов с воздуха туманом, облаками и вообще в целом плохой погоды, немцы могли отступать от рубежа к рубежу, и именно по этому сценарию развивались события. Немцам было нанесено, конечно же, крупное поражение в ходе удара с двух разных направлений. Здесь нельзя не отметить, что, по сути, воспроизводилась ситуация 2014 года на новом техническом и оперативном уровне. Советские военачальники, еще будучи молодыми слушателями Академии, разумеется, многократно слышали о неудаче Самсонова и Ренинкамфа в 2014 году, и вот теперь на уже другом, принципиально другом качественном уровне, воспроизводили эту ситуацию из учебника. В данном случае в роли, условно, Самсонова выступал Рокоссовский, а, соответственно, в роли Ренинкамфа Черняховский. Один наносил удар с юга, отрезая восточную Пруссию от главных сил немцев, а с Востока на Восточную Пруссию наступал Третий Белорусский фронт Ивана Даниловича Черняховского. Удалось сделать главное, это отрезать Восточную Пруссию от сухопутного сообщения с остальной Германией, то есть теперь Кенигсберг и остатки группировок немцев в Восточной Пруссии снабжались только по морю. И далее стратегия строилась уже на разгроме по частям. К сожалению, в феврале 1945 года трагически погиб Иван Данилович Черняховский, и в связи с этим задача сокрушения цитадели прусского милитаризма в Восточной Пруссии легла на плечи Василевского, который до этого был начальником Генерального штаба, и назначение именно его показывает саму сложность этой задачи. Войска Рокоссовского ушли на помирание, на данцикское направление, и задачей Василевского, на которую он взял небольшую оперативную паузу, был постепенный разгром немцев в нескольких очагах сопротивления. Первым был разгромлен так называемый Хилингебельский мешок, где немцы были прижаты к морю, и это географически к юго-западу от Кенигсберга. Причем следует отметить, что Кенигсбергу непосредственно к внешнему обводу фортов вышли уже в самом конце января 1945 года, и даже один из фортов захватили сходу, но дальнейшее развитие событий под Кенигсбергом было отложено ввиду неотложных задач по разгрому других очагов сопротивления, которые были крупнее, и с ними нужно было в первую очередь закончить, опять же, ввиду достаточно простых соображений, поскольку немцы могли вывести эти войска и задействовать, например, в битве за Берлин. Восточной Пруссии Изначально в Восточной Пруссии находились войска, объединенные управлением группой армий «Центр», затем она была переименована в «Север», и на момент начала Восточно-прусской операции оборону на дальних поступках к Кенигсбергу и, соответственно, Восточной Пруссии в целом осуществляли две армии. Первая — это Третья танковая армия, и Четвертая полевая армия. Вот эти армии, собственно, громились в ходе Восточно-прусской операции последующего наступления к Кенигсбергу и Хеллингебэлю, и Земландского полуострова. Соответственно, по мере того, как скукоживались, оборонявшие Восточную Пруссию войска, они уже теряли управление группой армий. Армии и, собственно, Кенигсберг — это было временное объединение из нескольких пехотных дивизий, причем как свежего формирования, то есть 1944 года, так и формально старых, еще довоенного, до 1941 года формирования. Но понятно, что уже прошедшие несколько раз через восстановление и переформирование. Поэтому можно вполне определенно утверждать, что в Восточной Пруссии были вполне полноценные дивизии, это были не какие-то огрызки боевых групп. В частности, в Восточной Пруссии была разгромлена дивизия Великой Германии, то есть нанесено было поражение, еще один участник — это, например, 5-я танковая дивизия. Кроме того, в Восточной Пруссии действовали отдельные батальоны тяжелых танков «Тигр», уже перевооруженные на королевские «Тигры». Поэтому помимо фортификационных сооружений в Восточной Пруссии оставалось еще не так мало бронетехники танков, в том числе тяжелых штурмовых орудий, они тоже были действующим фактором, и действующим фактором именно в плане нанесения контрударов. И вот эта вот стратегия советская последовательная концентрация усилий, она в том числе предусматривала отражение контрударов со стороны блокированных группировок. У Гитлера в самом конце войны была такая концепция, которую, если буквально переводить, можно назвать концепцией «волноломов». К этим «волноломам» относилась и Курляндия, и Восточная Пруссия, и Гитлер, заставляя своих подчиненных, свои войска сопротивляться до конца и даже за пределами разумных сроков сопротивления и разумных условий сопротивления. Идея была в том, чтобы сковать, возможно, большее количество советских войск на вот этих «волноломах» и тем самым разгрузить основное берлинское направление. Эта идея была во многом, конечно, вымученной и вынужденной, банально ввиду того, что немцы не могли из-за нехватки топлива вывести значительное количество войск, тем более в условиях, когда они находятся под постоянным прессингом со стороны частей Красной Армии. Кенигсберг, разумеется, имел и огромное символическое значение, поскольку это была действительно такая колыбель прусского милитаризма. Сам Гитлер, конечно, был мало привязан к Пруссии, он все же был уроженцем Австрии, но, тем не менее, с Пруссией была так или иначе связана и история Германии, история ее офицерского корпуса, и вследствие этого Кенигсберг, как на самом деле многие другие пункты, был объявлен крепостью. Требовалось его оборонять до самой последней возможности. Возглавлял гарнизон такой персонаж, как Отто Ляш, человек с достаточно богатым опытом действий на Советско-Германском фронте. Достаточно будет сказать, что одной из операций, в которой он отличился, это были сражения в Прибалтике в 1941 году, и его боевая группа шла на Ригу. Правда, нельзя сказать, что этот рейд был особо успешным, но, тем не менее, этот рейд был одной из страниц борьбы за Прибалтик, которую обычно пишут в исторических книжках. То есть Ляш имел значительный опыт, а самое главное, что определило ход боевых действий под Кенигсбергом, это было соотношение сил. В составе войск Третьего Белорусского фронта, которые стояли у стен Кенигсберга, было 137 тысяч человек. Предполагалось, что у немцев остается в наличии около 40 тысяч человек, и, соответственно, соотношение сил считалось вполне достаточным, и войска, которые разгромили Хеленгебельский котел, они отправились под Берлин. Однако, довольно быстро выяснилось, что группировка у немцев в Кенигсберге намного более многочисленная, и здесь ее можно оценить, поскольку не хватает документальных данных, ее можно оценить в 70-100 тысяч человек. Это такие достаточно четкие оценки, поскольку сам Ляш называл одно время вот эту верхнюю цифру 100 тысяч человек, потом, после войны, опять же, под влиянием обсуждений событий в Кенигсберге, он стал сильно занижать эту цифру. Имеются четкие документальные данные на боевые части гарнизона, и эти боевые части, они насчитывали около 50 тысяч человек. Разумеется, параллельно им существовало немало подразделений боевого обеспечения, что делает цифру в 70-100 тысяч человек вполне реалистичной. Соответственно, когда мы атакуем 137 тысячами, примерно 100 тысяч человек, это, конечно, делает задачу несколько сложнее. Но советское командование правильно выбрало направление главного удара. Дело в том, что немцы сосредотачивали главные усилия к северу от Кенигсберга на стыке с земландской группировкой. Они стремились сохранить целостность своих войск в районе Кенигсберга, кроме того, сохранить сообщение с морскими портами, в частности, Пилау, через которые шло снабжение Кенигсберга, и могли приходить в вооружение, пополнение, опять же, вывозиться какие-то ценности и части соединения для использования в других местах. Соответственно, когда начался штурм, последовали удары. Главный удар был с юга, наносился на 11-й гвардейской армии. И вопрос был именно в том, чтобы нанести настолько сильный удар, что немцы не успеют перегруппироваться и встретить 11-ю гвардейскую армию теми резервами, которые будут сняты с северной стороны. Для решения задачи разгрома немецкой фортификации привлекалась самая тяжелая артиллерия, которая имелась в тот момент у Красной армии. И это, в частности, 305-мм гаубицы образца 15-го года, которые достались Красной армии еще от царского режима. И именно эти гаубицы показали себя вполне эффективным средством для разрушения фортов. Единственной существенной проблемой в этом разрушении было время. Для того, чтобы гарантированно поразить форт и нанести ему несовместимые с жизнью гарнизона повреждения, требовалось довольно много выстрелов. Поэтому артподготовка именно по фортам началась сильно заранее. И удалось поразить основные казематы и обеспечить продвижение войск вперед. Помимо царских орудий использовались уже и тяжелые орудия советского производства. Это 280-мм мортиры БР-5, которые показали свою вполне достаточную эффективность для поражения казематов кенигсбергских фортов. И помимо удара с юга, для решения задачи штурма Кенигсберга следовал удар с севера, чтобы не дать противнику оперировать по внутренним линиям. Этот план удался, но с поправкой на соотношение сил. Потому что соотношение сил заставляло действовать энергичней, и новая обстановка бросала новые вызовы. И здесь большую роль в добивании гарнизона Кенигсберга, потому что после прорыва внешнего обвода фортов оставались укрепления уже на ближних подступах к городу. Тоже достаточно совершенные, но по меркам 19 века. Они уже все же уверенно поражались артиллерией века 20-го. На помощь в поражении и зданий, поскольку типичным для немцев было оборудование зданий в городах, как опорные пункты, закладывались кирпичом окна, возводились баррикады. И для того, чтобы, во-первых, я подчеркну, что речь не шла о каком-то разрушении города во имя самого разрушения. По городу наносился удар днем тяжелой дальнебомбардировочной авиации, но он наносился с целью, во-первых, воспретить переброску резервов по улицам города, а во-вторых, разрушить вот те самые опорные пункты. И советская дальняя авиация днем, что беспрецедентно для нее, чаще всего дальнебомбардировочники работали по ночам, а здесь днем с небольшой высоты они сбрасывали тяжелые авиабомбы, было выполнено более 1500 самолетов вылетов, сброшено большое количество бомб, которые вызвали и пожары, и разрушения, и перемещение по городу стало проблематичным. Соответственно, вот эти удары с воздуха и с юга и с севера привели к тому, что достаточно быстро советские войска вошли на улицы города, и после этого последовала капитуляция. Это тоже не вполне типично для германских крепостей, поскольку их штурм в общем случае продолжался несколько дольше, чем прорыв на улицы города. Здесь можно привести в качестве примера поздно, не Бреслау. В случае с Кенигсбергом удары были настолько сильны, что практически лишали гарнизон надежды к сопротивлению, и Ляш пошел на переговоры. Если посмотреть на ситуацию стороны гарнизона, то просматривается несколько соображений, которые заставляли их продолжать сопротивление. Во-первых, это, конечно, обреченность, то есть они уже просто плыли по течению и стремились к тому, чтобы это все кончилось. Еще одно соображение, которое нужно учитывать, мы все же смотрим на ситуацию, зная о безоговорочной капитуляции. У немцев, не зная еще о 9 мая 1945 года, был пример года 1918-го, когда состоялась капитуляция Германии военная, но с условием сохранения некой политической стабильности и отсутствия масштабной оккупации страны. Предполагалось, что в какой-то момент могут наступить переговоры, и те люди, которые удержались на своих позициях, просто сложат оружие, либо будут вывезены, и все закончится более-менее для них приемлемо с точки зрения сохранения и лица, и жизни, и последующей карьеры в новых вооруженных силах. Эти надежды были призрачными, но тем не менее они присутствовали. Еще один момент, который можно учитывать и нужно учитывать, это то, что при отражении штурма немцы в Кенигсберге сохранили бы возможность убыть из города морским путем. Гарнизон мог рассчитывать отразить штурм, сохранить сообщение с Пилау, сохранить возможность уплыть по морю, и, соответственно, был шанс, что в какую-то весеннюю ночь придут транспорты, на них можно будет погрузиться и уплыть. Это тоже был вариант для них приемлемый с точки зрения выбора между пленом советским и, будем прямо говорить, возмездием за совершенное вермахтом преступление и неким убытием, вполне возможно, создачи союзников. Одним из явлений, характерных для последних месяцев существования Третьего рейха, был так называемый фолькштурм. Нужно подчеркнуть, что фолькштурм не был добровольной организацией. В фолькштурм призывались принудительно и за уклонение от призыва фолькштурма банально вешали. Численность фолькштурма, как правило, зависела от численности населения региона. Где-то могло быть малое количество батальонов фолькштурма. В Восточной Пруссии батальонов фолькштурма было сформировано довольно много и в бой они пошли еще осенью 1944 года. Правда, весьма неуспешно. И это был в том числе тот фактор, который позволял немцам сохранять высокую численность своих гарнизонов на разных направлениях. Боеспособность этих войск была невелика, хотя частично они состояли из ветеранов Первой мировой войны, но это все же были и старики, и самое главное, были большие проблемы с вооружением. Фолькштурм немецкий был крайне беден на любое вооружение, кроме фустпатронов, одноразовых гранатометов, которые имелись в изобилии у всех немецких группировок на всех фронтах, и на западном, и на советско-германском. И это было фактически основное оружие, оружие последнего шанса для фолькштурмистов, к которым относились либо безусы-юноши, либо уже старики. В некоторых случаях фолькштурм вливали как пополнение в полки и дивизии регулярные, но очень часто они вели бой самостоятельно и занимали какие-то участки обороны, занимали какие-то здания. Но их боеспособность, конечно, была сильно ниже. Поэтому крушить оборону фолькштурма Красной Армии, располагавшей и бронетехникой, и сильной артиллерией всех калибров. Здесь нельзя не вспомнить слова Василевского, который подчеркнул, что восточно-прусская операция, вообще вся борьба за Восточную Пруссию, начиная с января 1945 года, это самая масштабная операция Красной Армии по расходу боеприпасов. То есть, по сути, немецкая оборона и части, которые защищали Восточную Пруссию, громились дистанционно артиллерией, авиацией и авиацией вплоть до дальнебомбардировочной, то есть тяжелыми бомбардировщиками. Уличные бои происходили, поскольку немцы были готовы к ним, но происходили они все же меньшее время, чем, например, бои с Бреславом. И в этом отношении Кенигсберг показывает пример действительно стремительного, энергичного штурма. И в немалой степени здесь можно обратиться к тому, что 11-я гвардейская армия была объединением Советских Вооруженных Сил с большим опытом, и ее всегда ставили на направление прорыва, направление главного удара, где требовалось сокрушать прочную оборону. Именно гвардейцев Галецкого, генерала Галецкого, который тогда возглавлял эту армию, был очень большой опыт штурма разного рода укреплений, как полевой обороны, так и долговременной фортификации, ну и в случае с Кенигсбергом это город, и к боям в городе тоже были готовы. Город, да, был полностью разрушен, и после завершения штурма первое, что понадобилось делать, это восстанавливать инфраструктуру, то есть водоснабжение, электроснабжение в условиях заваленных руинами улиц. И после капитуляции гарнизона Кенигсберга, согласно отчетным документам фронта и армий, в плен было взято около 45 тысяч человек. Это достаточно большое количество пленных, особенно учитывая ожесточение боев и немалое число тех, кто погиб под руинами Кенигсберга из числа подчиненных Ляша. Войнопленные, согласно договоренностям союзников, в Советском Союзе использовались для восстановления разрушенного народного хозяйства. Они, естественно, не оставались в самом городе, частично, конечно, их задействовали на разминировании, на разборе завалов, но в основном они, конечно, передавались в ведение НКВД и дальше уже размещались в лагерях и в дальнейшем этапировались уже на территорию Советского Союза. Падение Кенигсберга вызвало ярость Гитлера. Он считал, что Ляш должен покончить жизнь самоубийством, как, например, сделал комендант крепости Познань и заочно приговорил его к смертной казни даже. Но в целом, несомненно было, что падение такой цитадели, как Кенигсберг, показывало и германскому верховному командованию, и лично Гитлеру, и на самом деле всем, кто был маломальски информирован об этих событиях, что раз пал Кенигсберг, который укрепляли столетиями без преувеличения, то падение Берлина уже становится ближайшей перспективой. Кенигсберг расценивался как сигнал о том, что Берлин, который тоже пытались перегораживать баррикадами, но он, конечно же, был куда слабее защищен с точки зрения фортификации, чем Кенигсберг, что этот город тоже падет под ударами Красной Армии, которая уже обладает достаточной технической мощью, выучкой войск для штурма крупных населенных пунктов, превращенных в настоящие крепости. Вклад Василевского можно определить в следующем. Он вполне разумно взял паузу в феврале 1945 года на подготовку новых наступлений. Он вполне разумно предположил, что вопрос времени уже не играет существенной роли, и, главное, подготовить войска и подготовить их и в техническом, и в тактическом смысле, и выработать последовательную стратегию сокрушения всех опорных пунктов. Здесь Василевский был действительно той фигурой, которая могла и обратиться к Верховному за нужными ресурсами, потому что таким ресурсом, например, являлась авиация дальнего действия. И оправдать использование этих ресурсов, и добиться того, чтобы они использовались максимально эффективно. И это, на самом деле, достаточно была такая характерная черта последних месяцев войны, когда представители Ставки становились командующими фронтами в условиях резко усложнившихся условий боевых действий. Жуков стал командующим Первым белорусским фронтом, а Василевский стал командующим Третьим белорусским фронтом, который штурмовал последнюю цитадель в Восточной Пруссии. Субтитры создавал DimaTorzok